Абхазпродэкспорта С 10 апреля снят запрет на экспорт крупных партий растительной продукции Абхазии в Россию. Введенный 2 апреля Россельхознадзором с целью недопущения распространения мраморного клопа. Теперь абхазские производители смогут вывозить крупные партии своей продукции под контролем Россельхознадзора на базе Абхазпродэкспорта. О том, как будет действовать разработанный механизм, расскажет Алик Атрапш. О том, что эта мера вынуждена, Россельхознадзор заявил сразу. Полный запрет на вывоз сельхозпродукции действовал практически 8 дней. С 10 апреля запрет снят. За это время во всех районах Абхазии были проведены масштабные мероприятия по борьбе с мраморным клопом, который принес много проблем нашим сельхозпроизводителям. По совету сотрудников Россельхознадзора начался механический сбор клопов, который в это время года является, по словам специалистов, наиболее действенным способом борьбы с ним. Российские специалисты не раз проводили выездные совещания в различных районах Абхазии. Давали рекомендации по мерам борьбы с этим вредителем, химической обработке растений, применению ловушек. Решение снять временные ограничения принято с учетом проведенной работы по сокращению численности вредителя. С 10 апреля разрешен экспорт крупных партий растительной продукции из Абхазии в Россию. При этом каждую вывозимую партию сельхозпродукции будут проверять двое сотрудников Россельхознадзора на базе Абхазпродэкспорта. На базе Абхазпродэкспорта эти сотрудники могут быть туда прикомандированы. То есть они там будут находиться, условно говоря, и по нашим заявкам нас будут извещать сельхозпроизводители. Мы будем предлагать, значит, либо проехать через наш распределительный центр, там, где находятся холодильники, либо при отгрузке, как это будет удобнее сельхозпроизводителю. И все наши экспортеры могут прекрасно экспортировать с сегодняшнего дня нашу сельхозпродукцию на территорию Российской Федерации. Как только будет сформирована первая товарная партия продукции на экспорт в Россию, абхазские сельхозпроизводители делают соответствующий запрос в Абхазпродэкспорт. Затем к ним будут выезжать эксперты Россельхознадзора, которые проведут досмотр экспортируемой сельхозпродукции на наличие карантинных вредителей, в частности, мраморного клопа. Именно после таких процедур можно будет беспрепятственно осуществить ввоз партии в Россию. В самое ближайшее время мы ждем наших коллег из Россельхознадзора, которые сейчас находятся в пути. Мы с ними выработаем оптимальный график и оптимальный план работы, чтобы это никоим образом не отразилось на скорости пересечения государственной границы между Республикой Абхазии и Российской Федерацией. Это первое. Второе, мы очень надеемся, что тот комплекс мер, который был предпринят совместно с Минсельхозом Абхазии, нашей карантинной службой, плюс с участием наших коллег из Российской Федерации, позволит нам в самом ближайшем будущем говорить о том, что все ограничения будут сняты в принципе. Вместе с тем, все еще сохраняется запрет на ввоз в Россию растительной продукции в ручной кладе, так как такой товар не подлежит фитосанитарному анализу. Министерство сельского хозяйства Абхазии и карантинная служба республики намерено продолжать переговоры с Россельхознадзором, чтобы в ближайшее время решить и этот вопрос. Алика Трапш, Саида Гухава, Абхазское телевидение. В эти дни в столице Татарстана Казани и в Белгороде компания «Региональные ярмарки» представляет сельхозпродукцию из Абхазии. По информации торгового представителя Абхазии в России Олега Борцис, данная компания по соглашению с торговым домом Абхазия официально уполномочена представлять и реализовывать продукцию абхазских фермеров и производителей после ряда случаев обнаружения в регионах России контрафактной продукции и незаконного использования абхазской символики и торговой марки «Дары Абхазии». Впервые в отдельном сегменте проходящих ярмарок под брендом «Дары Абхазии» покупателям предложена продукция, произведенная и выращенная в Абхазии. Как сообщает пресс-служба МКДЦ, на ярмарку были отправлены в ассортименте соусы «Асцбал» от ИП «Квицинья» и «Мамалика» от ИП «Авицба», варенья и джемы того же производителя, компоты и джемы от ИП «Шохина», разливной и фасованный мед, предоставленный тугуш, а также аджика, орех, сезонные фрукты, саженцы фруктовых растений. 25 мая исполняется столье со дня рождения известного абхазского поэта-сатирика Киршала Чичхали. Под председательством советника президента Абхазии Владимира Зонтария сегодня состоялось заседание комиссии по организации юбилейных мероприятий, приуроченных к этой дате. Готов к изданию двухтомник произведений поэтов, которые вошли в его лучшие произведения. В процессе подготовки находится документальный фильм, созданный абхазской телерадиокомпанией. В фильм вошли воспоминания друзей и соратников поэта, а также сохранившиеся архивные аудиоматериалы самого Киршала Чичхали. В Сухуме 29 мая на стене дома, в котором жил известный сатирик, состоится торжественное открытие мемориальной доски. В тот же день в Абхазском драматическом театре будет проведен памятный вечер. Кроме того, в Абхазском государственном университете и во всех абхазских школах будут организованы литературные встречи и открытые уроки, посвященные творчеству Киршала Чичхали. Это поэт-сатирик, который продолжал традиции Дмитрия Гуля в этом жанре, Леонтия Алабахуа. Это очень сложный, вы понимаете, жанр. Это не так просто. Проще излагать то, что рождено лирическим состоянием, внутренним миром, продиктованным человеком. А вот писательные актуальные темы – это на грани, но очень тонкой грани публицистики и самой поэзии, что не всем удается. То есть даже в огромном океане русской литературы таких мало. Поэтому мы так дорожим, так лелеем его творчеством. И, кстати, все, все темы, которые он тогда затрагивал, это и борьба с коррупцией, и вот это мездаимство, и все, что хотите, не вещи, которые волнуют, тревожат людей. Все можно и сейчас найти в его стихах. Они не стареют, они настолько актуальны, что вот я вчера перечитывал, в душе где-то смеялся. Это же абсолютно не устарело. Делегация Абхазии под руководством министра здравоохранения Тамаза Цахнаки впервые приняла участие во Всемирном конгрессе выставки «Эстурекс» в турецком городе Анталия в сфере медицинского, спортивного и альтернативного туризма. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Абхазии. Форум собрал более 2000 гостей из 165 стран мира. Абхазская сторона провела ряд встреч с делегациями из разных стран. Обсуждались возможности и перспективы Абхазии в сфере медицинского туризма. Удалось добиться предварительных договоренностей о сотрудничестве, в частности, проведении в нашей стране ряда мастер-классов и семинаров, циклов обучающих программ для абхазских врачей. Сейчас прорабатывается проект совместного соглашения. Как сообщил Тамаз Цахнаки, в следующем году Абхазия планирует стать полноправным участником выставки, открыть свой павильон, представить республику и ее возможности. Предварительность согласия председателя Оргкомитета Конгресса уже есть. Две российские фирмы «Изолат» теплоизоляция любой поверхности и «Перитрон» гидроизоляция привезли в Абхазию свою продукцию и провели тренинг для всех, кто связан со строительством и стройматериалами. По окончании тренинга его участникам были выданы сертификаты, что именно предлагают российские производители абхазским строителям. В репортаже Рената Шакая. Первым продуктом компании специальной технологии стало жидко-керамическое теплоизоляционное покрытие «Изолат». В 2003 году был получен патент на изобретение. Всего же к настоящему времени насчитывается около 10 патентов, относящихся к различным материалам торговой марки «Изолат». Появление покрытия «Изолат» пришлось как нельзя кстати, утверждают специалисты. За долгие годы доминирования традиционной изоляции продуктов, изготавливаемых крайне неповоротливой советской строительной индустрией, у многих потребителей накопилось большое число претензий к разновидностям минеральной ваты, стекла и шлаковаты. Неудивительно, что новый материал быстро нашел своих заказчиков и сегодня широко применяется в самых разных сферах – энергетика, промышленность, строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, нефтегазовый комплекс. Во всех близлежащих регионах Краснодарский край, Ростовская область, Ставропольский край и близлежащих странах эта технология уже успешно применяется более 10 лет. Это покрытие наподобие краски, один миллиметр которой заменяет 50 миллиметров стандартной изоляции. То есть эта краска создает эффект термоса, то есть защищает как от холода, так и от знойной жары. То есть если, предположим, вы покрыли этой краской кровлю, фасад и так далее, летом у вас прохладно, зимой у вас тепло. Группа компания «Пенетрон Россия» создана в 1991 году. В настоящее время холдинг производит и поставляет материалы нового поколения для строительства, ремонта, восстановления и гидроизоляции строительных конструкций. Химические компоненты сухой смеси «Пенетрон» растворяясь в воде глубоко проникают в структуру бетона и вступают в реакцию составными частями продуктов твердения цементного камня. В ходе реакции формируются водонепроницаемые кристаллогидраты, которые заполняют поры, капилляры, трещины бетона до 0,5 миллиметра, а также препятствуют фильтрации воды даже при наличии высокого гидростатического давления. При этом образовавшиеся кристаллогидраты становятся составной частью бетонной структуры, уплотняя ее. При появлении в цементном камне новых порций воды процесс формирования кристаллов возобновляется, и бетон приобретает способность к самозалечиванию. Это инновационная технология, нанотехнология, грубо говоря, материал проникающего действия, способен проникать в толщу бетона, но очень большую глубину, и делать бетон долговечным и водонепроницаемым, чтобы конструкции сохранялись на века. По евроазиатскому континенту вообще более 280 дилеров группы компании «Пенетрон», которые продают материал и выполняют работы на их территории. Более 25 лет опыта работы именно этим материалом, то есть холдинг группы компании «Пенетрон» в прошлом году отпраздновал 25-летие. За прошедшие годы существенно выросло количество выпускаемых марок, улучшилось их характеристика и свойства, ведется постоянная работа и по созданию новых комбинированных покрытий. В ходе тренинга были показаны ролики об использовании продукции российских компаний. Кроме того, участники семинара могли и визуально ознакомиться с нею. Рината Шакай, Стамур Гошба, Абхазское телевидение. В Москве в театральном зале Международного дома музыки с большим успехом выступил государственный заслуженный ансамбль народной песни и танца Абхазии. Художественный руководитель и главный дирижер госансамбля, народный артист Абхазии Василий Царгуш. Гастроли прошли в рамках 10-го юбилейного проекта «Культурный сезон Россия-Абхазия-2018». Ансамбль представил зрителям концертную программу постановки в лучших хореографических традициях народов Кавказа. Помимо абхазских духовных песнопений и народных песен, произведения абхазских композиторов прозвучала русская духовная музыка и русские народные песни, а также произведения зарубежных композиторов-классиков. Артисты госансамбля выступят еще в Ульяновской филармонии. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению Гидрометеоцентра, завтра в Абхазии ожидается малооблачная погода без осадков. Местами возможен туман. Температура воздуха ночью 9-14, днем 19-24 градуса. Температура морской воды 11 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова